20 ноября отмечается Международный день педиатра в Одинцовской областной больнице. Для развития медицины детства сделано немало. Работают кабинет доврачебной проверки зрения, школа сахарного диабета, организованы профосмотры. И это далеко не все. О развитии педиатрии в округе мы поговорим с заместителем главного врача Одинцовской областной больницы Ниной Павловной Щуприковой. Здравствуйте, вы смотрите «Формулу здоровья». С вами Евгения Августина. Здравствуйте, Нина Павловна. Добрый день. В Одинцовском роддоме появилось новое исследование – ультразвуковая скрининговая диагностика. Что это за зверь такой и какие заболевания может выявить? Скрининговая система появилась у нас 1 января 2023 года, как по всей Московской области. Это обследование новорожденных для раннего выявления наследственных и генетических заболеваний. Если ранее мы обследовали детей только на 5 заболеваний, то сейчас еще плюс 36. Те наследственные заболевания – это генетика, которая может проявиться у детей в более позднем возрасте. А благодаря этой скрининговой системе дети обследуются, и это выявление, нарушение, сбой в системе проявляется в более раннем возрасте. Количество рожденных детей в нашем Одинцовском районе – 2600. И всем этим детям был взят скрининг, неонатальный скрининг, базовый и расширенный. С пяточки тот самый. С пяточки, да. Если раньше мы брали только на 5 заболеваний, то сейчас еще плюс 36. И, соответственно, все дети, которые рождены и в Московской области, в том числе и в нашем Одинцовском районе, они все обследованы. У нас к нам пришел новый заведующий Одинцовским роддомом. Он работает уже, конечно, не первый год, но, тем не менее, и это Нард Фарух тот человек, который настолько горит этим Одинцовским роддомом, и он хочет улучшить качество оказания медицинской помощи, что благодаря ему мы также сделали скрининговую, ультразвуковую, ультразвуковое обследование, когда все дети, рожденные в нашем Одинцовском районе, проходят ультразвуковое обследование, которое мы должны сделать деткам в месячном возрасте. Дети, рожденные у нас, они могут рождаться далеко от какого-то амбулаторного звена, первичного амбулаторного звена. И, соответственно, сделав все это в роддоме, это будет удобно и для родителей, и мы сразу можем выявить какую-либо патологию. Мы делаем скрининговую систему, это УЗИ сердца, это УЗИ почек, это УЗИ брюшной полости. И вот благодаря тому, что с этого года, с 1 января мы начали это делать, количество детей, у которых было, ну, по тем или иным причинам не диагностирована какая-то патология во внутриутробном развитии, сейчас эта патология была выявлена непосредственно в роддоме, и ребенок, дети эти были сразу направлены на вторые этапы диагностики, была проведена диагностика и своевременно было оказано лечение. А это, собственно, самое главное, это, наверное, и цель. Конечно, конечно. И мы вот постоянно говорим родителям, если вам сделали это УЗИ, сделали в роддоме, и вам нет, у вас нет этой никакой патологии, то повторять ее в месяц нет в этом абсолютно никакой необходимости. Но если доктор говорит, что вам необходимо повторить нейросонограмму или УЗИ сердца, необходимо повторить через месяц, соответственно, мы эту же ультразвуковую диагностику проведем уже непосредственно в поликлиниках. Ну, многие мамочки, конечно, переживают, наверное, что это вредно, но это абсолютно безвредно и более того полезно. Мало того, что это безвредно, у нас работают в роддоме врачи экстракласса, которые, они эксперты, и поэтому здесь бояться абсолютно нечего. И проходить ультразвуковое обследование, конечно, проходить просто так, да, для того, для какой-то там галочки, это абсолютно в этом нет необходимости. Но если доктор назначил это исследование, пройти его нужно будет обязательно. Придание это время можно упустить. Конечно, конечно. Лучше, конечно, не делать так. В Московской области дети проходят профилактические осмотры. Что входит в эти осмотры и как эта система работает? Вы знаете, вообще вот этот 23-й год, он настолько насыщен какими-то новыми новшествами, что мы даже, знаете, вот порой нам приходится работать в ускоренном режиме. Наша детская поликлиника, детская поликлиника, вот на Говорова, которая находится, а также амбулатория Барвиха и Звенигородская поликлиника, мы вошли в программу перезагрузка, которую проводит Минздрав Московской области благодаря национальному проекту. И благодаря вот этой вот программе у нас в том числе мы стали проводить профосмотры за два часа. Мы вроде бы до этого тоже самое старались, чтобы в течение дня ребенок прошел все эти обследования. Но сейчас у нас составляется для того, чтобы пройти профосмотр, первоначально мы к этому стремимся. Я думаю, что в следующем году эта система будет уже отработана по полной программе. На третьем патронаже, когда врач или медсестра посещает ребенка, а при условии, что ребенок прикреплен к нашему уже учреждению, у него есть все необходимые документы, врач или медсестра, они записывают ребенка вот на это, на прохождение первого профилактического осмотра. Первый профилактический осмотр делается в месяц, до года это делается ежемесячно. Но для того, чтобы его пройти, необходимо создать маршрутный лист, где назначается время прохождения профосмотра и тех специалистов по 514 приказу Минздрава Российской Федерации, каких специалистов он должен пройти. Это до года. В год у нас идет, опять же, комплексное обследование врачей-специалистов, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика. А в дальнейшем каждый возраст, то есть начиная с двух лет, там, в два года педиатр, стоматолог, там, в три года это более углубленное обследование, это уже непосредственно перед посещением детского сада. То есть все проводится согласно 514 приказу. То есть профосмотр у детей – это как диспансеризация у взрослых? Да, да, да. А на региональном портале писали, что профосмотр у детей могут пройти и по месту учебы. Действительно ли это так? Мы можем провести профилактический осмотр деткам, всем прикрепленным к нашему учреждению. Если ребенок не прикреплен к нашему учреждению, соответственно, он должен принести направление из того учреждения, где наблюдается этот ребенок, и мы ему проведем. У нас есть мобильные выездные бригады, которые проводят профилактические осмотры непосредственно в детских садах и школах. Накануне, если перед проведением профосмотра, ну, например, в декабре, мы составляем график объезда детских дошкольных учреждений, школ, непосредственно по датам, какие будут специалисты. Мы просим управления образованием, чтобы они помогли нам с раздачей информированных согласий для родителей о том, что этот медосмотр будет проведен. И в определенные дни выезжает комплексная бригада, которая осматривает детей, и, соответственно, оформляется протокол, 30-я форма профилактических осмотров, которая появляется затем в личном кабинете, ну, какого-то, если не у ребенка, если он младше, там, 14 лет, да, а если старше, то может появиться в личном кабинете непосредственно уже несовершеннолетнего. Но у нас иной раз возникают такие вопросы у родителей. Нас сегодня не смотрели, а у нас появилось, что мы прошли профосмотр. Профилактический осмотр, первый этап профилактического осмотра, он проводится в течение 30 дней. И поэтому информация о том, что он проведен, может появиться у родителей в течение 30 дней. А уже если у ребенка выявлена та или иная патология, ребенок отправляется на второй этап диспансеризации, куда его записывают, что он должен пройти повторно того или иного специалиста, но уже в КДЦ или в отделении специализированной медицинской помощи. И, соответственно, этот срок увеличивается еще на 15 дней, становится уже 45 дней. Нина Павловна, как Вы уже сказали, нововведений действительно много. Кабинет медико-социальной помощи. Для чего он нужен и кто может туда обратиться, и за какой конкретной помощью? Вы знаете, вот этот кабинет, он нам был просто необходим. Я являюсь членом комиссии по делам несовершеннолетних, и вот у нас проводятся эти заседания два раза в месяц. И там очень много детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у которых есть какие-либо причины, какие-либо условия жизни, которые для деток неприемлемы. И нам приходилось вот в ручном режиме отрабатывать каждого конкретного этого ребенка. Благодаря тому, что был создан такой кабинет, у нас в этом кабинете работает доктор-педиатр, она ранее была участковым доктором, Кардашова Екатерина Михайловна, которая, знаете, человек, который очень заинтересован в этих детях, она не безразличная, да? И в этот кабинет мы записываем всех деток, которые, вот, опять же, находятся в этой трудной жизненной ситуации, которых необходимо осмотреть, которых необходимо, может быть, еще раз, чтобы эти дети прошли какое-то либо, ну, дополнительное исследование, какой-то специалист их должен посмотреть. Для этих детей открыта запись также, ну, в какие-то санатории, да, она их может отправить, выдать справку для получения санаторно-курортного лечения. В этот кабинет записываются дети-инвалиды, которым необходимо пройти медкомиссию для того, чтобы оформить инвалидность. Записавшись в этот кабинет, они могут записаться то, а сами, их могут записать туда врачей-педиатры. Екатерина Михайловна записывает самостоятельно, у нее есть право записи, что она записывает к тем специалистам для прохождения вот этой экспертизы, да? И дети не ждут уже месяц, ждут, когда у них там появится запись к одному специалисту, потом к другому. То есть это есть тот человек, который координирует всю эту работу, оформляет эту всю комиссию и электронно все эти документы отправляются уже в бюро МСЭ для того, чтобы ребенок получил эту инвалидность. В этом же кабинете мы оформляем справки для получения санаторно-курортного лечения. Да, то же самое, не надо никуда ходить. То есть все это делается непосредственно в этом кабинете. Запись свободная. Пока вот мы работаем, только это начали работать с середины сентября, начало октября, да, но вот за октябрь у нас прошло около ста человек. Я думаю, когда родители уже, ну, посетив этот кабинет, да, и в любом случае информация об этом кабинете уже разойдется вот по всему там уже Одинцовскому городскому округу, это будет уже не сто человек. Это действительно, это в помощь родителям. Этот кабинет в помощь родителям. Нина Павловна, наверняка школа сахарного диабета для детей работает по тому же принципу, что и взрослая. Ну вот как эту непростую информацию до деток отнести? В нашем Одинцовском городском округе у нас работает врач-эндокринолог Гуровича Екатерина Владимировна. Она же проводит школу сахарного диабета. Таких детей по Одинцовскому городскому округу у нас 68. Школа сахарного диабета работает дистанционно. То есть она набирает группу. Группа вот в октябре опять же. У нас таких количество детей в этой группе было 6. Но в связи с тем, что это востребовано очень. Вот с ноября этих детей стало по 8. Проводится 10 занятий. И соответственно вот по мере того, как одна группа закончит данное занятие, она набирает следующую группу. Это востребовано, это необходимо, потому что родителям необходимо задать тот или иной вопрос. Возникают какие-либо проблемы в получении каких-то расходников. То есть все это решается как раз-то в школе сахарного диабета. Мы возвращаемся к тому, что у нас было раньше, но с какими-то нововведениями. Тем более все это доказало свой эффективность. Конечно доказало, конечно. С началом учебного года специалисты настоятельно рекомендуют родителям внимательно следить за здоровьем глаз своих чад. Сделать это стало проще. В детской поликлинике открылся кабинет доврачебной проверки зрения. В Подмосковье заметно сократилось время ожидания плановой консультации у детских офтальмологов. Таковы первые результаты работы кабинетов доврачебной проверки зрения. Прием в них ведут не врачи, а медсестры. К доктору ребенка отправляют, только если обнаружилась проблема. С начала учебного года через кабинет доврачебной проверки зрения прошло более полутысячи детей. И только треть из них по итогам обследования были направлены к врачам. Соответственно, почти три сотни детей в помощи окулистов не нуждались. И это снизило нагрузку на специалистов. Популярность гаджетов нередко приводит к ухудшению зрения уже в раннем детстве. Остановить развитие близорукости современная медицина пока не умеет. Но вот замедлить процесс падения остроты зрения врачи могут. Есть тоже на сегодняшний день методики, технологии, которые вошли, вырвались в наш современный мир, которые являются тормозящим эффектом. Вот для этого мы и приглашаем ребенка. Если мы выявляем близорукость на ранних стадиях, мы можем приостановить с помощью ночных линз. Записаться на прием в кабинет до врачебной проверки зрения можно как по телефону 122, так и на портале Госуслуг Здоровья. Нина Павловна, есть еще отделение медицинской реабилитации. Какие направления представлены там? У нас в детской поликлинике организовано отделение медицинской реабилитации, где работает доктор-медреабилитолог. И записавшись к нему на прием, осмотрев ребенка, выявив, какие есть нарушения, доктор вместе с мультидисциплинарной командой, в эту команду входят как физиотерапевты, так и врач-окулист, врач-сордолог, невролог. Он организует ту необходимую программу реабилитации, которая необходима ребенку. И вот данное направление в детской поликлинике, оно очень хорошо развивается. Нам не хватает места. Мы бы развернулись еще больше. Я надеюсь, что мы это сделаем, и вся необходимая помощь, которая может быть оказана в рамках детской поликлиники, она, конечно, детям будет востребована. Медицинская реабилитация сейчас в Московской области представлена очень многими учреждениями. И если ребенку это необходимо, и есть желание родителей, мы можем направить в очень многие учреждения. У нас прекрасный есть отдых, который в Жуковском, куда здесь есть и медицинская реабилитация, и здесь есть и санаторно-курортное лечение. У нас есть федеральный институт, который тоже работает, и как медреабилитация, и Санкур. Это Васильевская. Да, у нас есть Полушкина, наша любимая, куда мы тоже направляем своих детей. То есть это сейчас то направление, которое очень такими быстрыми темпами развивается. И в помощь, опять же, родителям и детям. То есть любой, кто захочет получить медицинскую реабилитацию тем, которой это необходимо, ее можно получить быстро, качественно. И в зависимости от того, где захочет родитель, непосредственно в поликлинике, либо же в каком-либо медицинском учреждении, ну, с отрывом от дома, да. Ну, в течение двух недель он это получит. Направление в этот кабинет дает, в это отделение дает педиатр? Педиатр. Он записывает к доктору-реабилитологу. И, соответственно, они приходят в назначенное время, доктор составляет эту программу медреабилитации, расписывает это где-то, ну, в течение 10 дней. И ребенок получает все необходимое за эти 10 дней. Вот кажется, зачем здоровому ребенку обращаться в поликлинику? Но, тем не менее, кабинет здорового ребенка в детской поликлинике тоже имеется. Зачем? Вы знаете, когда нам сказали, что необходимо организовать кабинет здорового ребенка, у нас он был, опять же, организован. У нас там принимал доктор-неонатолог Елена Валентинна. И мы думали, ну, зачем он нам нужен? Но, выполняя рекомендации Минздрава, мы посадили туда еще медицинскую сестру, ввели в штат медицинскую сестру, которая начала оказывать медицинскую помощь детям в плане консультаций. Она консультировала, как необходимо кормить, как сделать ребенку массаж, как сделать воздушные ванны, какое питание ребенку лучше, какую справку необходимо получить, если не выдают пособие на питание детям. Она, врач, где-то что-то, большая нагрузка на врача, она может взвесить ребенка, она может измерить ребенка. То есть этот кабинет действительно очень востребован. И вот мы организовали СОП по этому кабинету, да, вот в детской поликлинике, и считали, рассчитывали время, сколько тратит мама, если бы не было этого кабинета. Казалось бы, это мелочь, да, там 20-25 минут, но согласитесь, вот 20-25 минут, ну, быть дома или быть на прогулке, да, или находиться в поликлинике. То есть этот кабинет действительно очень востребован. Вы уже сказали, что санаторно-курортное лечение можно оформить дистанционно, и справки теперь можно тоже получать онлайн. Вот как эта система работает? Востребована, наверное. Очень востребована. Вы знаете, опять же, все новое воспринимается в начале, да? Ну что, сел и написал ее от руки, да? Но зато сейчас, вот создав вот этот вот, не сайт, а вот такая услуга, да, у нас появилась в ЕМИАС, когда эти все справки выписываются электронно, когда можно электронно, заказав эту справку, да, справку о контактах, справку для получения санкур-лечения, справку для оформления в пионерский лагерь, ну, в пионерский лагерь, в лагеря, да, этот, в течение трех суток эта справка отрабатывается и отправляется на госуслуги родителям. Конечно, это удобно. Конечно, не надо никуда ходить. Опять же, минимизация тех самых контактов, по которым справка выдаётся. Конечно, и выписывается эта справка, но я, ну, это настолько быстро, это в течение 30 секунд, да, а маме нужно собраться, нужно записаться, просидеть в эту очередь. Конечно, это очень даже востребовано. Нина Павловна, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо всем, кто провёл своё свободное время вместе с нами. Будьте здоровы и до новых встреч на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова